Тот факт, что я здесь, он означает, что я считаю, я уверен, и не первый год уже уверен, что этим необходимо заниматься, необходимо, чтобы было живое общение священников и архиереев со всеми людьми, особенно, наверное, молодежь, нам это, собственно, приоритетно, потому что это люди, которые наиболее пассионарные, наиболее такие злодные, и те люди, с которыми можно реализовывать какие-то проекты совместные, я не говорю только образовательные, но и социальные, и другие, то есть те люди, с которыми можно работать. У них силы есть, задолблены, я надеюсь, что в конечном итоге вот эти наши встречи, они приведут не только к черепитиям, но и к каким-то разговорам, а и к деятельности. У нас есть некоторые инициативы, инициатива по созданию братства, которые будут заниматься социальной работой, и не только, может быть, издательством этой книг и так далее. Ну, опять же, а какое, может быть, мнение о архиереях? Да, я могу бы только радоваться этому, и думаю, что мы этот интерес должны поддерживать и провоцировать этот интерес, понимаете? Точно так же, как мы видим, что Христос Спасители провоцируют, провоцируют своих непосредственно слушателей для того, чтобы они включали повод, начали думать и искать ответы, правильные ответы какие-то, да? Потому что если Евангелие не провоцирует, значит, я его не услышал. Евангелие должно провоцировать. И я очень рад, что есть те люди, которые видят эту провокацию и готовы с ней что-то делать. Ну, вообще, мысли такие, что нам, конечно, не хватает людей в молодежной надене пока что, да? Потому что должны быть люди, которые заняты этим полным миром. Но если с вами определенная проблема в Волгограде географическая, да, скажем, человек из, условно говоря, Кировского района, да, ему будет неудобно сюда приехать. А если что-то, просто Армейский район, да, еще дальше. Если это молодой человек на общественном транспорте, то он просто, вот. И поэтому необходимо молодежное, чтобы было молодежное движение при каждом кране, в руках, тем более. В каждом районе должна быть своя какая-то молодежная община, которую занимает священник, и делает это регулярно. Потому что, ну, не можем, у нас слишком большой город, слишком большая агломерация, чтобы нам собираться в одном месте. Вот, поэтому и мы призываем, и я имею в виду аферей, призываем священников к тому, чтобы они подзанимались, стараемся как-то этот вопрос контролировать, поощрять. А молодежный отдел епархии, он, его задача лишь какая-то общая координация деятельности, может быть, общий эпархиальный какие-то проекты, требующие привлечения молодежи со всех районов, но они такие разные, да? А работа, собственно, работа нужна для приход. И епархия в этом смысле, она не может выступать таким центром, например, то есть, единственным центром, поэтому не получится. Звучит музыка. 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 Будьте работайте по святым субсиданным и субсиданным. История Марии. Аминь. История Тенесвата. Сейчас на нашу. Приходили за темой. Тема, как вы видели, придумана Мария. Называется «Ивангелие и Аллах». Я персонал каждому из них. А, я. Я думал, что. Выступать бы не я, а вы. А вот, ну хорошо. Да, если позволите, мы потихоньку начнем. Отец, врач Тенесвата, старается не отвлекать. Не отвлекать, пожалуйста. Значит, сегодня у нас немножко такой парад будет, может быть, скоростной. Не тот, который был в прошлые разы. Потому что мне надо часа через два покинуть пределы Волгограда. Поэтому, я сейчас поговорю, наверное, за полчаса. И меня традиционно можно перебивать. Если я буду повторяться, можно говорить, что мы это уже слышали. Давайте как-то промотаем его. И я как-то, знаете, один замечательный церковный деятель, Владимир Романович Легойда, как пришел на встречу с студентами, он пришел и принес листки бумаги, какая-то папочка у него была. И он сказал, что человек, который приходит на какую-то лекцию, на какое-то выступление с бумагой, с печатком, выглядит солиднее. Поэтому я вот принес, вот я вам ее показываю, да, но буду говорить без бумаги. Значит, этот вопрос, он очень непростой, потому что Евангелие можно прочитывать совершенно по-разному. И библистика, ну, то есть раздел науки, богословский, который изучает евангельский текст в том числе, в какой-то момент оказалась полностью в руках протестантов. И протестанты двигают эту науку. Почему так получается? Ну, то есть православная библистика, она довольно бедная, а есть протестантская. Может быть, кто-то знает ответ на этот вопрос. Скажите, почему именно протестанты двигают эту тему? Есть идеи какие-нибудь? Сказано, если вы не знаете, то я писание. Да, но почему? Сказано, сказано, но ведь православные, во всяком случае, в обладивом прошлом, там, не знаю, тысячу лет, больше, никогда особого внимания не уделяли тексту, с этим я писал. Правильно, Семен. Православие больше духовной части, как сказано, мертва душа утворит. Православие живет реальной жизнью, а протестанты, уже будучи забудшими, они пытаются найти ответы на свои забудшие вопросы. Еще есть какие-то варианты? Может быть, они как-то по-своему трактуруют, написания? Значит, тут дело в том, что чем отличается протестантизм от любого другого традиционного христианского сообщества? Ну, любой другой, собственно, два магистральных варианта, из восточного христианства, из западного христианства, из филлического, тем, что протестанты отвергают предание церковью. Это очень важный момент. А у нас и у которых, в общем, эта магистральная линия предания сохраняется. И вот возникает вопрос, очень важный вопрос, на который пытаются найти ответы протестанты. И надо сказать, что они прилагают очень серьезные усилия к протестантам. Есть разные, я не буду перечислять даже, подходы по столкованию, по исследованию Священного Писания. Они заняты поиском ответа на вопрос. Вот Христос, вот Христос, а кем Он был? Вот кем Он был? Сын Егор. Это все прекрасно, но кем Он был вот так вот для людей в свое время? Не, 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 вот кем Он был в его жизни? Кожмись. Плотников, потом с 30 лет, кем Он был? Кожмись. Равином Он был. Одним из множества иудейских равинов. Он был иудеем от иудеи, Он вырос в иудейской среде, Он проповедовал в иудейской среде, в иудейской среде 2000-летней давности. И возникает серьезный вопрос. А как бы Он строил свою речь и говорил, если бы Он оказался сейчас среди нас здесь? В современном обществе, в русском обществе, в конкретном Волгограде. Стал бы Он говорить так, как Он говорил с иудеями. 2000-летний назад. Или Он как-то по-другому бы говорил. То есть, очевидно, что у Него был некий месседж, некий, так сказать, вот этот самый, да, то, что Он пытался передать. И передавал Он средствами той эпохи. И люди той эпохи как-то Его понимали. Он пользовался языком и какими-то вот этими самыми примерами той эпохи. И возникает вопрос. А как люди? То есть, собственно говоря, каков был Его посыл, если убрать все эти наслоения? Потому что мы знаем, что есть такая целая дисциплина. Межкультурная коммуникация. Например, тексты какие-нибудь английские, современные английские тексты, их нельзя переводить буквально, потому что буквально перевод не отразит сути. Вообще никогда буквально перевод не отражает сути. Он интересен только с какой-нибудь научной точки зрения. Но не как передача художественного образа. Мы это прекрасно понимаем. И, скажем, ту же Алису Стране Чудес, если бы переводили, как она есть, получалось бы, ну, билиберда полная. То есть, это просто-напросто заново написанный текст по, так сказать, попытке передать настроение, то настроение, которое создает оригинальная Алиса Стране Чудеса. Хотя это совсем недавно написано. Есть замечательные примеры, ну, я не буду по-английски говорить, у меня плохой английский, и, да, я не все пойму. Есть замечательный пример, например, такое, такое, такого английского выражения, ну, здесь книги взяты. Она плохо себя чувствовала, и потому, буквально перевод, она плохо себя чувствовала, и потому не спустилась вниз. О чем это? Ну, можно так перевести? На самом деле не передает сути того, что произошло там, то есть в этом доме, где плохо себя чувствовала некая «она». Правильный перевод будет другой, он не будет буквально. Она плохо себя чувствовала, и поэтому не вышла к завтраку. Чтобы перевести правильно, надо знать устройство, классическое, стандартное устройство, устройство английского дома и американского дома. вся социальная жизнь в этих домах сосредоточена на первом этаже, на втором спавне и все такое, ну, может быть, какая-то там уборная, но столовая, кухня и все, что, гостиная всегда внизу. И если мы не знаем устройство этого дома, не понимаем, как строится эта английская жизнь, то мы ничего в этом тексте не поймем, на самом деле, у тебя будет прекрасно знать текст. У меня тоже один пример есть, но из французской есть такое выражение, мы говорим, «У меня болит сердце». Если сказать по-французски, «У меня болит сердце», «Жемаль алякэ», по-французски, значит, «Мне тошнит». Ну, там нужно быть очень... Ну, много таких примеров есть. Они все говорят о том, что даже при переводе каких-то текстов сегодняшних, современных, современный француз, англичанин, американец пишет текст, чтобы перевести адекватно на русский, надо знать, как устроена жизнь во Франции, в Британии, где угодно. Только изучая культуру этого общества, погружаясь в культуру, желательно лично там побывать, все исследовать, а потом можно сделать какой-то адекватный перевод и как-то передать смыслы на язык русский, для русской публики, для русской культуры. И возникает серьезнейший вопрос в этой связи. Мы понимаем, что это так для современной культуры, а как нам переводить тексты, которые... и как нам понимать тексты, которые написаны 2000 лет назад, не сейчас, не в современном Израиле, они написаны 2000 лет назад. Написаны, там есть куча наслоений, мозги-чистое критические издания, как там, что получалось и так далее. Тексты, которые, собственно говоря, очень дорого стоили, мы понимаем, что там нет лишних слов, не потому что евангелистам было лень писать, а потому что каждое слово стоило безумных денег. Это сегодня мы с вами пишем, можем каким угодно писать послания, это бесплатно все. Мы можем слать бессмыслные сообщения какие-то, это ничего не стоит. Для той эпохи это дикие деньги, совершенно дикие деньги, потому что пергамент, который мы писали, это все и так далее. Все эти средства, они были очень дороги. Потом, опять же, как все писалось? Мы знаем, что не было никаких пробелов для экономии просто места, носители. Как их там расставлять, что там слетело, редактура, переписчики и прочее, прочее, прочее. Но самое важное, а как звучали слова Христа в той культуре, о которой мы знаем очень мало. И вот у нас, у православных, есть гениальный ответ на эту тему. О нем я попозже. А у протестантов этого ответа нет. И вот они ищут, собственно говоря, вся протестанская библистика, она направлена на поиск вот этого вот месседжа, этого послания, которое, собственно говоря, вот если убрать культуру, убрать язык, убрать личность того, к кому это послание направлено, и так далее, и так далее, и так далее, то что остается? Потому что совершенно очевидно, мы говорим на разных языках, я говорю на разных языках вот с этими девочками и с отцом Вячеславом, у нас разные языки. Одну и ту же мысль, которую я хочу донести, я буду по-разному выражать. Это абсолютно естественная история. И вот как-то мы встречались, у вас там не представь, как-то будет, да? Да, конечно. Встречались, сделали попытку, сделать то же самое. Он говорит, что у любого уважающего себя профессора, библииста, немецкого, есть гигантский шкаф с фототефель, где на каждой, на каждой стих свечи, ну, будем выводиться, но у нас такого нет. Я попытался, по-моему, пристигаясь, делал, а потом что-то приуныло, и это все закончилось. Наш православный ответ был, значит, другой. Мы понимаем, что этим путем, идя по этому пути, мы никуда не введем, потому что очищать можно бесконечно. Бесконечно, бесконечно, это очищать, что-то находить новое, но это вот такой какой-то спиралевидный путь, спираль эта расширяется, и она никогда не заканчивается. У нас, это и межкультурная вся коммуникация, с кинтисторическими исследованиями, с филологическими исследованиями, нам ничего не надо, нам надо знать предание. Как предание вот тот или иной текст воспринимает, а у нас доносит. Все так, но вот и тут следующий вопрос, а насколько мы знаем свое предание? Это очень важно, потому что, наверное, мы думаем, что мы его знаем, но если начать ковырять каждого из нас, с меня можно начать, то выяснится, что я очень плохо ориентируюсь, вообще говоря, и не только я, потому что у меня особого интереса нет, так исторически сложно, что у меня нет интереса. И из-за того, что у меня, как участие в церкви, нет особого интереса, простой вопрос, вот отсюда можно Вячеславу задать, и сейчас на него ответим. Как связано с евангельским текстом освещение яблок, меда, верб, куличей, пасах, яиц, воды, и так далее? Как связано с евангельским текстом? Да. Представляете, вы настоятель, и вы скажете, ребят, называется так, мы не будем освещать в этом году яблок, меда, вербы не будем освещать, куличи мы не будем освещать. Но у нас еще проблема в нашем регионе, то, что яблок у нас, как говорят, прямо поспевает, а яблок... Мне кажется, что у нас другая немного... То есть, мы просто еще одна проблема есть. Оно появилось, как сборник текстов, да, довольно по... Немецкое геранство послужило точком к появлению русской библии, славянской библии. У абсолютного, просто какого-то невероятного большинства нашего церковного общества сознание не христиан побороть, а побороть можно только заставляя себя интересоваться словами Христа. И вообще, со мной лично, в 2015 году в Лавре, я сидел на лавочке в Лавре, был вечер, я писал смс-ку. Ко мне подошла бежать кот Антихриста. Я говорю, йоу! Да, почему? Ну, потому что пользуюсь вообще. Ни разу нет, в смысле, в этой последней, в последней, в последней строках Нового Завета. Нет, ну, ничего. Окей, какая последняя книга виновна? Кстати, вам не страшно что-то делать? Нет, не страшно. А что-то в реками делать? Виноват, я не думаю, что-то в этом будете. Но, я вот тому говорю, что, не знание. Объяснение. О, ладно, извините. Братья, сестры, друзья, вот как я так скажу. Отцы, братья, сестры, друзья, никому не обидеть, никому не сделать неприятно. Нет у нас другого пути. И сегодня у монахов, и всегда у монахов чтение Священного Писания было одно, одним из разновидностей молитвенного дела. То есть, есть, там, молитва по четкам, есть какие-то еще молитвенные тексты, а есть чтение и размышления на Священное Писание. И без этого никуда не уйти. По моему глубокому убеждению, как бы нам не хотелось. И дальше уже, если говорить о практике, то самый важный вопрос, который мы должны каждый день перед собой ставить, когда мы слышим Священное Писание и читаем сами, даже когда совсем какие-то абстрактные вещи, как нам кажется, в нем написаны, не понятно, это вопрос, как этот текст, каким образом этот текст соотносится с моей сегодняшней жизнью, со мной, здесь и сейчас. с сегодняшними моими проблемами. Что я могу из этого текста извлечь? И вот ответ на этот вопрос требует не только там молитвенных усилий, но и интеллектуальных. А мы, к сожалению, почему-то, не знаю почему, очень ленимся делать интеллектуальные усилия в рамках нашей духовной жизни. Без вот такой проработки мы тоже далеко не уедем. А вот так, что я еще хотел сказать? Сейчас посмотрим. Нет, я вроде более-менее все сказал, что хотел. Я хотел уложиться полчаса своего своего спича. Вот, поэтому теперь мы можем с вами перейти к вопросу ответной части нашей встречи. Вопросы могут быть как связаны с тем, что я говорил, так и о погоде. А скажите, пожалуйста, вы сказали, что мы на основном предании, а предание как толкует святые отцы мы как святые отцы? Церковь, нет, церковь, понимаете, она шире и предание шире любого святого отца. Потому что можно взять какого-то одного отца, на него опираться, он святой, все нормально, но если только на него опираться, то можно уйти в какую-нибудь ересь. Церковь не все принимает, что говорили святые отцы. Например, златовуст он прекрасен, он замечателен, бла-бла-бла, но церковь далеко не все принимает из того, что говорил златовуст. Есть у него то, что позвучит просто кочувственно и звучит кочувственно, что церковь не принимает, особенно в сегодняшний праздник. Златовуст не прочитал Божьей Матерь. Это очень важный момент. А как определить, являет святение в церкви? Самый важный критерий это богослужение. То, что есть, то, что сформировалось, то, что вошло в тексты и то, как осмысляет церковь через богослужебные крестнопения. это следующий очень сложный момент, потому что сейчас только что давно с девчонками поговорили о том, что они спели на греческом, никто не знает, что они спели. Знаете, ну что, давайте расскажем. Не знаю, не знаю. Конкретно по каждому слову. И господину нашему много лета, я точно не могу, сохранил много лета. Господи, сохранил много лета. Ну, я думаю, что. Хорошо, ладно. Ладно, ладно, договорились. Но я ведь вот туда у меня есть пример, который я постоянно привожу. Я его специально озвучил, что приводил постоянно. Это степенный фон седьмого гласа, который поется раз в два месяца, мы понимаем, на полилее поется торжественно перед произнесением Прохибной Евангелии, который сколько лет на крестик? Десять лет. Ну, давайте, переводите тогда. Примеры более такие, скажем, понятные и близкие. Например, история с первенством апостола Петра. Ну, все знают, что у нас есть некоторые разногласия с Ватиканом. Я думаю, все понимают, какого рода это разногласие. Все понимают, да? В смысле, по поводу апостола Петра. У нас есть основной спор у нас с католиками, если так мы все это суммируем, то есть так все очистим от наслоения всяких. Это про Петра. Ну, Про сервис Петра и про то, собственно говоря, как понимать слова Евангелия «Ты, если Петр, и на камне ссем, садишь за церковь мою и врата ада не отдаляют ей». Как мы трактуем эти слова? Да, мы говорим, что это не личность Петра, а вера Петра. Вот это самое традиционное православное толкование. Католическое, что это личность Петра. Собственно говоря, его личность лежит в основании церкви и дальше там что-то выстраивается. И поэтому Петр и кафедра, которую основал Петр, она является первенствующей. И первенствующей не только с точки зрения, диптиха там, да, вот, а ну понимаете, что у нас есть диптихи внутри церкви и нет внутри там архиереев, например, или священников двух равных. Тот из них будет старше не, ну, внутри одного сана, не с точки зрения там власти, а с точки зрения чести. Вот у нас есть два священника, кто из них старше с точки зрения чести. А что такое диптих? Вот, вот, пример, два священника они одинаковые. У них друг на другом нет власти. Но если мы сейчас будем служить втроем, совершать литургию, то один из них будет стоять первым, другой вторым. Как ты думаешь, это кто? Крестики различаются. Ну, крестики не отличаются. А вы первым руку положили. А вы? Нет, у нас все сложнее. У кого это самое? Смотрите, у нас есть похератонии, да, 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 а потом это все сбивается наградами. У кого больше наград? Медали. Нет, богослужебно-иерархических наград. Вот, крест вот такой желтенький является богослужебно-иерархической наградой. И, соответственно, а вот батюшка нет такой, либо он не взял такой крестик, а просто смиряется, мы не знаем про него. Но, вот, исходя из того, что мы видим, получается, что отец Вячеслав у нас, как бы, по чести превосходит. Батюшка, зовут вас? Дионис. Да, отца Дионисия. То есть, когда вы общаетесь, надо понимать, что сначала общаемся к нему, а потом к нему. Вот так. И, так, в качестве небольшой ремарки, сейчас скажу, сейчас скажу, да, пять месяцев назад я по диптиху, по чести, был ниже, чем у Детча-Числава. Ну, ну, полчаса. У меня, потому что, я 10 лет ходил с Беликим Крестиком, и мне его дали за 40 дней, там, до Хиротонии, фактически, архиерейский, желтый крест, я с ним не успел походить, у меня даже это самое. Ну, от Вячеслава рассказывает печальную историю, или веселую, не знаю. и у нас вообще все в Иоанна вытирается. Потом, что такое, вот, значит, самое, личность Петра, в данном случае. Так вот, если мы, мы знаем православное блокование прекрасно, но если мы не полетимся и откроем, обращаясь к Петру, говорит так, сейчас не процитирую точно, но смысл в том, что на тебе, Господь основал свою церковь, которую врата ада не одолели. Это, говорит, наше православное богослужение. Круто? И пост называется Петров. Пост Петров, но наше православное богослужение, те стихии, которые у нас девчонки поют, ну, они просто заняты музыкой, поэтому не вдумываются, а остальные все заняты ожиданием, когда все закончится. Ну, все, все на своем месте. Священники, там, болтаре, что-то мечтают, вот, к сожалению. Вот у нас, вот так вот посмотрите, наше православное богослужение, оно передает совершенно себе ремокатологическую мысль в себе содержит. Странная вещь, как все дело согласовать с какими толкованиями, потому что, скажем, по поводу, если уже разбирать фразу, я не могу не высказать, что-то что-то не высказывает, по поводу, этих слов. Это вот, абсолютно. Ну, тоже, что-то что-то обсказывает, все вы высказали. Есть совершенно замечательная мысль, которая помогает примирить как-то наше благослужение. Федор, есть личность Петра, есть тут камень, который лежит вот там, доставать, Христос. Петр, первый камень, который, там, да, вреду прочих остальных. И церковь состоит из этих камней. Петр, камень номер один, условно говоря, Андрей номер два, пошли, 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 так это нас, мы тоже камни, тоже камни в здании церковной. А личность каждого из нас, согласно толкованию, пониманию, является камнем в этом здании. Но все это на плите, такой, да, фундаментной в плите, Христа находится. Тогда получается более-менее все красиво. На самом деле, это очень красиво, потому что, ну, и это разрушить невозможно, всегда будет полную камню проходить. И о чем я это... Почему? Чьи толкования? Оставку-то неслов. Да? Чьи толкования? Чьи толкования? Мы за чьи? Как соединить это толкование? Мы с тобой номер один в этом смысле. С этим никто испорит, что ты номер один. Вообще никаких проблем нет. У нас проблемы будут. Вы первая не было. С точки зрения власти, да, с точки зрения Кереса, пожалуй, и христианства уже начались понимания. Мы знаем, что у Петра и христианства как он там узнает труслив, значит, умеет, на чем там менять политику свою и прочее, прочее, прочее. Ну, конечно, это такая рабочая какая-то не была. Перепалка не означает отсутствие единства веры, да, это важно. Нам необходимо это сохранить. Это отсутствие. Мне как кажется, такая вообще серьезная общественная, что если я не согласен с человеком по какому-то поводу, то давай мы по нему уже ссориться вообще по всем. Это стремление не находить общее, а находить то, что разделяет, это разбывать, потом уже приходить на личности и прочее, прочее, прочее. Что, конечно, тоже. К сожалению, на датчике несогласие выдают за отсутствие победы. Простите, несогласие спорят, как на личный другого умения. Мне кажется, что это совершенно не обоснован. Нет, это не обоснован, но это постарает аргумент. Я не думаю, что мы должны все петь на один голос. Это такой аргумент, чтобы склонить другого человека и принять свое точное зрение. Ну, кто первый обвинит в нелюбви, то ты прав, да? Любви в тебе нет. Ты меня не умеешь. Извините. Ты меня не умеешь. У нас классный вопрос был, по-моему, у кого-то еще вопрос был по теме, да? Но вы второй раз, завтра еще вас подавайте. Просто больше никто. У меня немножко подруга тема по преданию. А вот вы говорите, что надо наследие, наследие, оно благослужение. А вот не все же входит в ветхи, завет, в благослужение. А если хочется подавить. Я про другое говорю. Понимаете, у нас есть какие-то догматические, вероучительные моменты. Какие-то названные моменты, которые протекают в Священное Писание, но могут пониматься как двоято. Потому что не все однозначно у нас Священное Писание. это надо признать. И вот их необходимо понимать через Президент Государя. Я про это не то, что не буду суждать. Есть такое слово рецепция. И рецепция ее совершает не один человек и не в одно время. А вот вся наша церковь на протяжении двух тысяч лет. Вот она все это пытается переосмыслить каждого святого человека. Не переосмыслить, а осмыслить. То есть не в смысле что исказить, а принять как бы осмыслить. Вот. И осмысляется все. И Ветхий Завет, и Новый Завет. Но огнем осмысляется. То есть точка, все это собирается в благослужении. То есть там, где все концентрируется. И здесь церковь она не выражена в одном человеке. Это сообщество, это собор, да, и множество авторов. И тут у церкви, скажем, есть возможность что-то принять, что-то не принять. То есть не нужно думать, что все, что на протяжении 2000 лет было написано, все у нас есть на полочках, все у нас принято, и все вошло в богослужение. или нет. Много было отодвинута, оказалось стороннее. Не всегда это эритерическая линия. Значит, это те акафисты, которые сейчас принимают в СССР для общественного употребления. Это и Павлу Тагодровскому, и Луке Климскому, и так далее, и так далее, и так далее. Это новые акафисты или старые эритерии? Это акафисты, которым может быть сто лет, но они не имели благословения общественного духовного. Потому что у нас не все акафисты проходили процедуру высочайшего утверждения. И сейчас идет такой процесс, потому что люди очень любят акафисты. Нам становится... Вот это тоже, кстати, очень интересный процесс, потому что он в наших глазах происходит. Акафист не является богослужебной формой. Это для домашнего использования. Но так как он очень популярен, люди его любят, люди хотят, требуют, он начинает входить в богослужение. Есть, например, такая немыслимая форма с точки зрения традиции, это вечерняя сакапфиска. Она немыслимая. Даже молитва сакапфиса немыслимая. Мыслим акафиска только в той форме, которая есть на пятидесят седмицы, больше никак, служебной жизни церкви, где регламентировано, в каких местах за богослужением, как он может быть использован. То есть вот уже церковь русская православная говорит, что ребята, акафисту есть место богослужения и оно вот такое. Я имел несчастье, счастье, не знаю, честь, принимать участие последние несколько, три года. Я скажу по такой данной переду, что список акафистов для рассмотрения нашей рабочей группы. И там содержались акафисты до двадцать четвертого года. То есть там просто список он идет по месяцам до двадцать четвертого года. Сейчас появляются новые акафисты, они становятся в конец очереди. И когда какой-то человек, архейд, приезжает на кафедру, у него святой, там уже несколько акафистов, он такой «Йоу, надо выясненько утвердить». Они к нам обращаются, мы говорим «Да не вопрос, тридцать шестой год». А иначе никак, просто никак, потому что там тоже авторитетные люди, вот акафисты, чьимые, разные самые, которые, не знаю, в донской иконе его, в донском монастыре там поют, иконы известные, не чествуют ее, а акафист им не утвержден. Если взять открыт акафист, он полон всякой ерунды и не красит совсем, полон там проблем тоже, ну, с кучей акафистов проблем. Некоторые нуждаются в редактуре, там уже Александру Невскому, или преподават Волгограде в ноябре, вы этого не пропустите, потому что когда приходит радио Мира, то это почти как мундиально. Мы не сможем ездить по городу и не увидеть растяжку, не увидеть баунеры и так далее, а это будет везде. Дело в том, что это частное радио, оно принадлежит конкретному человеку, зовут его Павел Васильевич. Он прихожар из того грамма, где раньше было стояние. Он один из топ-менеджеров Русала и это его как бы такой проститутский проект, который он скрывал долгое время от своего босса Терипаски, но и так как он сейчас, конечно, нечаянный орден получил и не получается скрывать уже, там другие проблемы начинают по взаимоотношению с обществами СМИ, но оно не является там и в серьезном уголке. Павел Васильевич поцерковленный человек, отец десятерых детей, и люди постарше могут вспомнить, когда оно появилось. Вот это как раз был маркетинг Павла Васильевича. Был загибающийся заводик, и мы его дали, и в итоге один загибающийся заводик стал гигантским заводом и построили еще три завода для насыщения рыбы как раз алюминиевыми банками внутри для продолжения этого всего проекта. За четыре года он туда вложил уже около чуть меньше миллиарда и он там провозглавляет там этого контента вообще говоря не очень много оно для всех в нем нет реклама в нем нет ничего того что закидывать скандал закидываешь скандал закидываешь какой-нибудь такой заголовок провокативный что-то еще у тебя там просмотры ура я молодец и это монетизируется потому что там просмотров зависит реклама и ну поехали за рекламу платят ну замкнутся все понятно на радио веры нет рекламы и нет вот этой вот удручающей повестки дня просто-напросто нет и поэтому основной слоган это светлая радио радио веры светлая радио все голубой фон голубые буквы ну там сто и девять эфемент в Москве и людям даже не церковным антицерковным каким-то там еще это все очень нравится в Москве таксисты подсели на тему узбеки ну не только таксисты конечно потому что ну приятная музыка хорошая музыка какие-то истории рассказывают семейные истории Стута Барса например каких-то исторических людей писателей композиторов полководцев кому угодно про их семейную жизнь как познакомиться с женой как что-то складывалось у них всех же ровно по разу бывает бывают очень романтические замечательные истории встречи с интересными какими-то людьми и в 2009 году священный Синод принял решение очень радикальное решение с которым до сих пор многие пытаются как-то бороться и спорить он сказал что внутри церкви по церковным значит книжным то есть по церковной через церковную сеть распространения могут распространяться только те издания аудио видео диски которые имеют гриф соответствующий издательского совета русско-православной церкви и был создан издательский совет в современном виде основная задача которого это экспертный оценка литературы и всего того что попадает на церковный рынок если издательский совет говорит что эта книга этот текст аудио видео не может получить гриф это означает что его нельзя распространять в церковной среде запрещено если какой-то храм архиерей священник кто угодно это делает то соответственно к нему возникают вопросы и ему придется держать ответ почему он это делает почему он не выполняет решение священного синода это просто даже не из Евангелия а такая логичная потому что так как человек постоянно меняется тот который передо мной сидит который я хочу осудить он не равен тому который совершил тот грех за который осуждают разные люди понимаете он уже изменился все и не факт что он сейчас способен повторить тот грех или тот поступок за который я хочу его осудить все вытек он же другой и кого я осуждаю спрашивается его но это некорректно ну это одна из таких логических это случая а можно кто-то еще вопрос задаст ну может быть ни у кого нет вопросов что православные молодежи просто люди могут собраться пообщаться поговорить ну вы готовы с нами начать общение я сейчас только на первый раз пришел в следующем раз подготовлю вопросы окей хорошо нет а вот так с обойдением Евангелия Владислав как ты должен быть готов ну ладно зачем это насилие на личности он как бы ответственный у него молодежь рядом сидит она посмотрит в бой Владислав покажи пример товарищи вот пример в следующий раз вся владимирская дружина на следующий раз вот говорили о том что читать толковать или там таких и таких а если наоборот можно ли изучать Евангелие не читать толкование а вот только оттолкнись от того как ты его действительно воспринимаешь на данном этапе жизни знаете я думаю что я думаю что можно читать Евангелие таким угодно способом вопрос комбинации мы не можем проблема в однопокости если я укрою чтение такое что я вот сам себе голова или я укроюсь в толкование какого-то одного святого или что-то еще то я неизбежно ну упаду под что-то влияние и куда-то туда веду да мне вот так удовольствуются ну и опять же всегда ли мы способны ответить на вопрос что мне сегодняшнему дает эту тексту как он вообще соотносится к притче одних виноградов каких-нибудь вот а как она вообще понятно что есть притчи универсальные да и про матриата Рисея или там про бундун сына еще какие-то а если это танксовательная история да вот Иоанна Петича взяли под стражу и что мне ну как бы да окей взяли под стражу я знаю эту грустную историю и что мне внимают а сегодня как вообще отвечает на что понятно что можно попытаться ответить но насколько это будет актуально для меня сегодняшнего я про это у нас вопрос актуализации да потому что мы ведь то что для нас важно то что мы понимаем как вот необходимое для себя да мы для этого находим время находим внимание находим что-то такое в ней жив и вот он говорит о молитве или о чтении Священного Писания он говорит что надо использовать вообще все методы возможные вот какие есть все можно использовать и в молитве то же самое он говорит пишет вернее о том что ну хорошо молиться по книге надоело молиться своими словами или цитатами какими-то или молча делай поклоны или что-то еще он призывает к комбинации вообще всех видов молитв комбинировать да как и в Священном Писании это может это мысли я сейчас боюсь соврать не хочу есть ли там про чтение просто не помню но подобные идеи потому что если мы согласны с тем что чтение Священного Писания один из видов молитвы а это так на основании так сказать уставов монашеских и практики церкви древней то и для чтения Священного Писания понимание тоже все средства хороши там нет плохие средства они все хороши которые ну вот нам предлагает церковь так или так например ведь внутри богослужения мы читаем без полкований ну хорошо священие там скажет но это собственно говоря это уже личная инициатива священника может не говорить он не обязан может сказать на другую тему совершенно а если у нас два чтения или три-четыре там ну три-четыре то вряд ли говорят четыре-шесть там может быть он не будет все шесть озвучивать а если там еще было три паримии каких-нибудь то у нас уже девять чтений получается он в лучшем случае один фрагмент заберет а основное понимает как знаешь что у нас у нас достаточно хорошее прошло это чтение вы каждый для себя что-то вынесли мы читали о расслаблении я например для себя открыла что в этом отрывке евангельском расслабление абсолютно не персонализируется то есть его нет как я он ничего не говорит он уходит даже не благодарит слов его нет все исцелился и куда-то поперся даже то есть в этом так интересно такая задача и еще кстати вот ну не знаю стоит ли говорить об этом для неподготовления слушателей есть международский богослов но он ридийский протестант такой очень протестантский и чтобы его читать надо очень хорошо надо очень хорошо знать православную догматику если человек не уверен что он знает догматику если он не закончил курс семена и не сдал его на пятерку догматику то лучше этого шотландца не читать но у шотландца есть очень классные вот как раз он отвечает на вопрос как этот отрывок эта фраза соотносится с окружающей нас реальностью но так как он иногда делает догматические какие-то выводы иногда и они не всегда корректны иногда они ну прям эритичны то человек не знаком с православным богословием даже шире скажу можно и католичество взять потому что мы же понимаем что есть мир традиционный католический православный и есть тот мир которому противостоят разные миры есть не восток запад а вот и вот эти все другие которые не мы а мы-то очень близки как раз между собой только о Петре договориться осталось и дальше просто есть полностью католики все организовывали платили нам за перелет там прочее 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 за проживание то есть мы ни копеек не тратили мы как-то летали недели там с ними были но у нас это было время Петрова поста люди которые занимаются то есть на той стороне католики дон Марко Скарпо он там 30 лет занимается восточными церквями по-русски лучше меня говорить хотя итальянец он все это организовывает прекрасно знает нашу традицию все знает лучше нас и он делает так а приглашает студентов студенты которые собственно говоря у них денег нет априори только на пиво и все не считается прилетают студенты у которых нет денег католики кормят ну внимание они кормят тебя 4 раза в день но кормят только мясом это в городе на воде в городе на воде который находится море и прочее 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 даже пить бакароны в них будет так инкорпорированное мясо что не выковыриешь и вот так вот неделю во время поста у нас там были грузинская делегация с архереем но у них деньги были они не ели архерей там их водил в кафе какие-то они нормально питались я к чему говорю ты приглашаешь человека к себе в гости ты знаешь что человек у него есть пищевые ограничения неважно ты их можешь не разделять ну вегетарианстве ты не вегетарианец но ты приглашаешь в гости и что у тебя будут только мясные блюда ну нет конечно если ты пригласил человека ты можешь не разделять но уважая его ты уважаешь его выбор и ему предлагаешь соответствующее меню ты ориентируешься на своего гостя так даже если ты не согласен с его пищевым поведением ну так и так а у них как наоборот то есть если меня приглашают в гости и меня знают что у меня пост и меня пичкают этим мясом это говорит о том что меня просто не уважают ну как-то вот так глубинно не уважают и ставят меня в такие условия да зная что я студент и ну не буду что я там неделю это ничего не есть это все же перебор ну конечно наверняка может наверное было бы правильнее так сделать но я так не сделал к сожалению вот ну как это как ставить тебя ловушкой и кормить тебя там мясо ну не знаю некорректно ну а вы как путешествуете ну какие путешествуете ну это все знаете это все это ну что это это такие вещи цель ну вот они хотели показать как там все классно у них какой прекрасный римский католицизм а в итоге вот так получается СМИ раздают обратную ситуацию это мы такие не хорошие а западные СМИ грязью полет всех не 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 там всем достается сейчас вообще мы на пороге интересного взрыва готовьтесь покупайте попкорн и подписывайтесь на коменты сейчас вышел анонимная книжка про Папова Бенедикта анонимная книжка в котором он предстает в каком-то жутком там образе вот сейчас Рим сейчас набирает то сразу на двух языках на итальянском на английском и сейчас ждите дежуху на западе потому что у них там проблемы с этими с педофилами а сейчас еще про Папу там писали всякого анти церковные и церковь подразумевается православные католики все плохие вот во Франции там вот было то что легализовали однополые браки совсем недавно выходила общественность ну как католическая естественно огромная масса миллионы людей их не освещала пресса освещалась негативной стороны что вот они хулиганы и так далее если бы вышел какой-нибудь профсоюз левый он был бы идеальный это борцы за права то есть там ситуация такая что СМИ это враги церкви вообще-то европейские СМИ ну просто до нас не доходит мы же более варим все свое просто ну понятно получается католиков вообще никаких есть адвент и как раз политика Ватикана она очень похожа и должно быть быть жестче чем политика православных церквей почему потому что почему жестче потому что есть и из-за модели которая сложилась в римской церкви католики в какой-либо какой-либо стране они находились они не зависят от государства это очень свободно очень дает не могут избежать взаимоотношений с государством и зависят государство католики нет это очень круто потому что где бы ни находился католик высокопоставленный какой-то еще там он ну скажем кардиналы какие-то там еще фавские посланники они не являются гражданами этой страны и священники тоже рядовые католические они вообще есть ни при чем мы подчиняемся другому государству они везде причиняются другому государству потому что ватикан государство соответственно и с папой там шутки плохи если нашу патриарху можно как-то утереть его можно вообще а там включается государственный поток одинаковый с тем же самым да и с кем угодно там с трампом одинаковый статус они разговаривают оба государства все и соответственно и общение там на другом уровне идет а здесь как если наш патриарх полетит в Соединенные Штаты и что ну и что ну встретиться с археремиками то а скажем с государственными деятелями ну они захотят встретиться а если папа полетит то так не пойдет там надо будет запускать вот этот протокол здесь и это очень замечательно потому что внутри государства любого у католиков есть такая свобода гражданин если что и здешний гражданин вообще извините у меня тут я на территории посольства нахожу что-то мне хотелось если что с Римом разбирайтесь ну с Ватиканом ну я тоже могу сказать что есть вот один важный момент где видно ну вот это отличие и строгость определенная церковь католическая это аборт у них абсолютно запрещен аборт и абсолютно запрещены разводы еще кстати ну разводы да ну они там по такому выходят из-за того но они с точки зрения ну обратно то есть у нас мы учились в Париже был товарищ у нас с Финляндии с монастыря от Нового Лама который там они часть организовали он говорит церковь там православная будет ну как церковь страна протестантская в прошлом очень прогрессивная и они не имеют право критиковать однополые браки вообще нельзя это говорить то есть православный священник не имеет ничего против не имеет не должен не имеет права ничего сказать против православного нет вообще никакого он не имеет права то есть это политика государства и он должен ну и либо молчать либо говорит запись а вот я рассказывал уже не помню в 9 у нас раз повторял наконец в Волгограде эту историю со штатами Сочувствицы с католиками на Сочувствице когда там было принято решение о легализации этих однополых браков и был проект какой-то или что-то даже принятие закона что уголовным преследованием будут подвигаться те священники которые откажутся венчать эти браки независимо от конфессии католический архиатист который власти сказал он сразу написал письмо подписать все архиереи сказали ну ребят вот список вам людей священников давайте сразу нас сажайте всех он что-то делать не будет потому что противоречит и тут мало то что скандал назревает и что-то еще но в итоге они вынуждены были отменить закон вообще или как там еще или сделать какое-то исключение из него поправку принять я не помню сейчас как это было сделано но та ссылка на то что мы массово этого не будем делать почему потому что не отсюда не здешние вообще у них в этом смысле ватикан такой образ горнего Иерусалима да то есть мы все должны быть христиане гражданами это не Российской Федерации а горнего Иерусалима так по-хорошему ну есть временное гражданство есть постоянное есть страна пребывания есть родина да родина горний Иерусалим страна пребывания Российской Федерации ну кто-то еще застал из другой страны находясь на этой территории вот и мы по-хорошему тоже должны апеллировать да 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 мы эти все законы понимаем а вот это не можем потому что извините мы это как бы ну не здешние да я начала оттуда вывести все крылатые фразы которыми оказывается мы разговариваем даже в советской области в своей повседневной жизни меня сначала вот это зацепило и я даже папе своему сказала ну вот возьми то читай там именно вот на этой базе потом думаю наверное нужно когда стал осознавать что так нельзя рекомендовать вот в таком плане это как-то ну принижает что-то просто сказать или в любом можно в плане рекомендовать я думаю в любом потому что просто в культурологическом тоже очень важно это потому что я встречался с совершенно дикими людьми тоже рассказывал уже не помню в эту аудиторию где-то еще аудиторию пересекающих несчастные люди которые слышат вообще все что я говорил публично сиди притомился уже я вспоминаю одного ну я учился в технической аспиратории там был профессор там первый год считаются лекции там по философии там надо кандидатские мемы называть по философии по языку и по специальности и был профессор он там ну как профессор доктор там где-то что-то философских наук он чем-то говорил со всем начал заговариваться и студенты говорят ну аспиранты говорят что ау а вот это вот ну так же нельзя говорить потому что есть библия там то-то то-то ну да есть библия но мы спрашиваем вы ее читали зачем ее читать я знаю что полная ерунда и вообще бред доктор философских наук на секундочку человек уже ну припенсионного возраста он говорит как это возможно как вот возможно говорить о том что это бред если никогда не открывал ну я понимаю что это может быть дети там могут такое говорить но если какой-то научный вот так вот серьезный вообще разговор взрослых людей да мы же не можем так такими оперируют понятиями тем более нагодыми да я это не знаю но знаю что это бред поэтому не буду никогда на это касаться вот мне нравится один фильм мне знаете у меня с точки зрения кинематографа такие вкусы очень радикальные я засыпаю на боевиках на всяких вещах и я пытался смотреть фильмы которые выигрывают Оскар по годам задался целью думаю дать посмотрю там ускорозные фильмы за этот период загнулся на втором или на третьем потому что мне это очень скучно и я не могу их смотреть а вот то что близко к артхаусу это уже интересно и любимое мое кино будет выглядеть так что стоит камера ну там стоит камера неважно сидят два человека и два часа беседуют и вот это будет меня держать просто очень мощно и есть такой фильм экспресс солнце лимитед называется про там два актера одно помещение они в нем передвигаются конечно как-то но в основном за столом сидят и один из этих актеров он еще и режиссер у них нет имен у тех героев один черный другой белый и вот они и беседуют на самом деле беседуют они по на библейские темы на новое заветное просто черный простой парень который где-то отсидел там умеровал после избиения когда он был при смерти а этот белый профессор и как-то он дошел до тупика и хотел просится под экспресс этот ну черного вытащил к себе притащил в коморку и они сидят беседуют вот там нет ничего больше кроме беседы этих двух людей с разным совершенно жизненным опытом но приблизительно ровесник я не помню сейчас имен этих актеров но это какие-то такие из голливудского там топ 10 да актеров потому что они просто уже очень давно и это опытные люди умеют играть и делают просто безумно красиво и интересно и вот они сидят общаются мне очень нравится там картинка когда такой обшарпанный стол там обшарпанная там у него комната ничего они сидят друг на против друга ничего на столе нет кроме Библии или там Нового Завета не помню такого пошарпанного и спрашивает черный этот парень белого профессора сколько ты книг прочитал в свою жизнь ну вот в месяц там стулок это начинает высчитывать то есть получается что там что-то 30-40 тысяч я не помню цифру за свою жизнь прочитал и показывает на эту книгу на Новый Завет ты читал конечно эту книгу ну я слышал там что-то начинает рассказать что там фрагмент перебивает ты читал эту книгу и так не скрасил его а тот все куда-то пытается ускользнуть потом в конечном итоге говорит что нет не читал подожди ты прочитал 40 тысяч книг а вот эту книгу не читал тебе не кажется странным только в самом деле это странно это как минимум странно потому что об этой книге говорится везде все считают что они знают эту книгу но а если а кто ее читал если даже в Шире взять Библию всю все Библия Библия да мы осуждаем там человек который не читал но осуждает то есть говорит что это пустая книга глупая мы осуждаем этого человека и говорим что это прекрасная книга но кто из нас читал полностью эту книгу кто в армии я смог в армии в армии а кто еще было время да вау вы если автодестанты к нам пришли я почти я я хотела говорить со всеми со всеми со всеми со всеми ну каноническая эти канонические канонические цели не можно спрашивать да вопрос но понимаете в меньшинстве в меньшинстве ну тут 4 человека 5 человек а сколько надо здесь в армию надо знаете армейский какой-то армейский язык еще армейский язык еще в библиотеке сложил нет на подовольственном складе армейский потом деметральный бывает на какой-то любви особое подовольственном складе это единственный подвыкал от еды да нет у меня были книги я был на таком статусе у меня были книги в тумбочке моей библия прочитала славянское и мать и бога наше честнейшую веру и славнейшую без камней и астерапин без искренния богослово горшую сущую богу роди суча величай им слава святой 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 глупой имени креста миловик веков господи помилуй господи помилуй господи помилуй предосвященнейшим мады ко благослови святых отец наших господи иисусе христе богу помилуй господи 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 господи